Помимо праздника Великой Победы, в мае новосибирцев ждет еще одно важное событие. Продолжается подготовка к народным выборам, они пройдут 24 мая. У избирателей по факту впервые появляется возможность самим определить, кто наиболее достоин быть народным избранником. Ведь именно по итогам народного голосования многие политические партии сформируют свои партийные избирательные списки и определят, кто именно будет баллотироваться по одномандатным округам в сентябре этого года. Зачем нужны народные выборы и кто может принять в них участие, узнаем прямо сейчас. Представителями законодательной власти становятся по-разному. Кого-то поддерживают политические партии, бизнесмены не жалеют денег на свои избирательные кампании и сбор подписей. При этом поддержка избирателей на этапе выдвижения зачастую носит формальный характер. Изменить ситуацию могут именно предварительные народные выборы. Суть проста. Абсолютно любой желающий может заявить о своем желании стать депутатом. Его внесут в списки для голосования, а там уже люди сами определят, достоин ли кандидат их доверия. Такая общественная инициатива уже вызвала большой отклик. Достаточно сказать, что попробовать свои силы в народном голосовании собираются около 600 кандидатов. Среди них есть и те, кто уже является действующим депутатом, но большинство люди, которые никогда не занимались большой политикой. Есть постоянный запрос у людей, у избирателей на обновление. В конце концов, даже на обновление просто лиц. И безусловно, природа человека так устроена, что человек, выбирая что-то новое, он с этим связывает подсознательно и одновременно и лучшие ожидания. Поэтому я считаю, что народное голосование поможет нам всем вместе, избирателям, увидеть новые лица, привлечь. При этом, как утверждают организаторы народных выборов, случайных людей, без собственных идей и инициатив среди кандидатов нет. Каждый уже сегодня уверен, что точно знает, как принести пользу избирателям и государству. Такой всплеск общественной активности, он выдвигает людей, которые не просто тешат свои амбиции, а людей, за кем стоят люди, проекты, интересы граждан, интересы, в конце концов, Новосибирской области, ну и желание сделать что-то полезное. Игорь Филимоненко давно и серьезно занимается общественными проектами, связанными со здоровьем. Помогает избавляться от наркотической зависимости и не только. Теперь готов участвовать в народном голосовании и выходить на новый уровень с совершенно другой степенью поддержки. При народной поддержке я пойду на выборы и буду лоббировать вопросы национального здоровья на всех уровнях власти. Это очень важно. Я иду на выборы для того, чтобы проявить себя, получить новый опыт. И могу сказать, что я уже участвовал в праймеризе при «Единой России». Это абсолютно народные выборы другое направление. Действительно, народное голосование – совершенно иное направление. Обычно на внутрипартийных праймериз идет своя подковерная борьба за право протащить в партийные списки тех или иных кандидатов. Исключение составляют и динароссы, которые взяли за правило своих потенциальных кандидатов обязательно обсуждать с общественностью. Для них народное голосование – новый шаг в том же направлении, которого придерживались и ранее. Не случайно секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов, который недавно побывал в Новосибирске, еще раз подчеркнул – кандидаты, не получившие народной поддержки, на выборы не пойдут. Хочу сказать, что со своей стороны «Единая Россия» будет формировать список по итогам предварительного голосования. И те, кто получит поддержку непосредственно избирателей, они сформируют этот список. Никакие списки ни в региональном отделении, ни в других структурах не ведутся. Если они и ведутся, то хочу сказать, что это напрасно, потому что список партий «Единая Россия» на выборах в законодательные собрания и в городскую думу сформируют непосредственно избиратели Новосибирской и Новосибирской области. Примечательно, что такой же позиции придерживаются еще восемь других политических партий. Все они также примут участие в народном голосовании. Несмотря на то, что парламентской оппозиции идея народных выборов не понравилась, некоторые кандидаты готовы идти в разрез с партийной линией прямиком на народное голосование. Среди них представители эсеров и либерал-демократов. В целом же идея народного голосования поддержана как многими политическими силами, так и общественниками. Очень важно, что вот этот спектр политических оттенков и круг интересов общественных организаций, он охватывает и все слои жизни, и все сферы общественной деятельности. Ну вот это, наверное, главное, чего мы добивались. А дальше уже дело граждан и жителей Новосибирской области сделать свой выбор, увидеть новые лица. Тем более, что мы сегодня приняли изменения в положении. И столько, сколько хочет плюсиков или галочек, выборщик может поставить в бюллетени. Таким образом, избиратели, которые примут участие в народном голосовании 24 мая, смогут поддержать не кого-то, одного достойного, а сразу несколько. В итоге все голоса, отданные за тех или иных кандидатов, будут подсчитаны, и каждый из них получит свой рейтинг. И уже глядя на эти рейтинги, многие политические партии примут решение, кого именно отправлять на выборы в сентябре. Такие кандидаты станут по-настоящему народными. Сергей Владимиров, «Итоги недели». Сергей Владимиров, «Итоги недели». Сергей Владимиров, «Итоги недели». Продолжение следует... 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 Продолжение следует...